Здравствуйте, друзья! Над городом кружится Пух Тополина, и с вами Сергей Ширгунов, и это Итоги дня. Собственно говоря, первый раз я сегодня здесь, в эфире, на Финам.фм, введу эту программу, и буду очень рад общению с вами. Телефон студии 65 10 9 9 и 6, код города 4 9 5. У нас есть несколько тем, которые связаны с сегодняшним днём. Это, в первую очередь, Турция. В Турцию охватили массовые антиправительственные демонстрации, они не прекращаются, и новостные агентства буквально переполнены сообщениями, которые по-прежнему поступают не только из Стамбула, но и из других турецких городов. Казалось бы, что нам до Турции? Но нет. Огромное количество экспертов-международников говорят о том, что это прямо относится к нашей стране, непосредственно влияет на наше геополитическое будущее. А кроме того, хотелось бы порассуждать о массовом протесте как таковом. Я, с вашего позволения, немножко напомню предысторию происходящего. И так, значит, не только Стамбул, но Анкара, Измир, другие турецкие города охвачены многотысячными демонстрациями. Участники недовольны курсом правительства Реджепа Таипи Эрдогана. Вообще, как сейчас многие отмечают, эти демонстрации носят явный антиклирикальный характер. Но едва ли все это можно сводить к конфликту светского общества и некоторых вот таких традиционалистских общественных страт. Есть мнение, что вообще во всем повинна немудрая экологическая политика властей. По крайней мере, действительно, началось все буквально с выступления экологов, которые выступали против уничтожения парка в Стамбуле. То есть, можно сказать, вот такой вот стамбульский химлес. После этого демонстрации переросли в серьезнейшие выступления, пылают штаб-квартиры правительственной партии. И уже 16 крупных городов в Турции охвачены беспорядками. Многие полагают, что городская среда, интеллигенция, быть может, даже турецкие хипстеры оказались дрожжами этого бунта. Поступают сообщения об большом количестве арестованных. Счет идет уже на тысячи. О немалом количестве пострадавших. И даже вот только-только пришла информация о первой жертве. Турецкие медики сообщают, что это юноша-активист одного из левых движений. Я бы хотел спросить у вас, дорогие слушатели, вот как-то это может рифмоваться с нашей внутрироссийской ситуацией? Но прежде чем я вас это спрошу прямо в лоб и вас подключу к разговору, есть мнение, что надо пообщаться с экспертами. Потому что это люди, которые буквально погружены в этот контекст. И вот, например, Михаил Игоревич Чернов, заместитель генерального директора Центра стратегической конъюнктуры, с которым было бы здорово поговорить, потому что, насколько я знаю, Михаил Игоревич еще и специалист по исламскому миру. Здравствуйте, Михаил Игоревич. Здравствуйте. Я вас приветствую. Спасибо. Ну, вы следите за происходящим в Турции? Да, конечно. Что вы думаете о том, что там сейчас творится? Как вы полагаете, каковы корни всего этого протеста, поскольку мнения разнятся? Корни, ну, повод вы... О поводе, я думаю, наши радиослушатели в курсе. Поводом была площадь такси, была застройка парка возле площади такси. Да, да, да. Я уже напомнил. А реально, да, реально корни, конечно же, гораздо глубже. Связано это с тем, что до сих пор значительная часть и населения Турции, и ее политических элит, недовольна неосманским курсом, которые проводят партии Эрдогана, которые проводят исламисты. Можно тогда задать такой вопрос. Почему нет ощущения общественной расприи? Почему не происходит гражданского противостояния? Если одна часть общества настроена, вот, очень клирикально, другая часть настроена на европеизацию, почему они не сталкиваются лбами? Почему в итоге лбами сталкиваются только граждане и полиция? Ну, во-первых, все только начинается. Так. Поэтому такой вывод вряд ли стоит делать. Ага. И события драматичные, возможно, еще впереди. Тем более, что эти события, они во многом, уже видно, что они во многом подстрекаются извне. В частности, активно в этот конфликт. И на стороне, собственно, людей, которые выходят на улицы, втягивается Европейский союз. И, конечно же, в стороне находятся Соединенные Штаты. Потому что их устроят... Они будут выигрыши в любом случае. Их устроит любой вариант развития событий в Турции. Как вы полагаете, сирийский конфликт как-то может быть связан с этими событиями? Потому что не секрет, что... Ну, по крайней мере, так считается многими экспертами, что турецкое руководство, и в частности президент Эрдоган, они поддерживают сирийскую оппозицию. Сирия, конечно, может играть какую-то роль во всем этом. Но только косвенно. Я думаю, что значительная прослойка турецких военных не хочет. И турецких силовиков не хочет бессмысленной войны в Сирии. И не хочет, чтобы страна туда стягивалась. И в этом смысле они очень сильно недовольны курсом Эрдогана. Вы прогнозируете, каковы будут последствия вот этой бучи, захватившей Турцию? Все утихомирится? Это все-таки интеллигенция? Это что-то вроде тех, кто не столь давно выходил на Тахрир, протестуя против президента-исламиста? Я думаю, что события будут разворачиваться, потому что основная задача внешнего сценариста, а внешний сценарист в этих событиях один, это Соединенные Штаты. Основная задача внешнего сценариста, это быстро ввести Турцию в вихрь, водоворот региональных войн и событий. И внутренние противоречия, внутренние беспорядки очень сильно взбадривают этот процесс. А правильно ли я понимаю, Михаил Игоревич, что вы видите внешнего дирижера за всеми революциями, которые, например, захватили Ближний Восток? И в частности, вот Египетская революция, и вы полагаете, что за всем этим скрывался кукловод? Все революции, все события на Ближнем Востоке это продукт местных процессов. И вызваны они в первую очередь местными условиями, местными противоречиями, местными какими-то... местными причинами. Но, скажем так, модерация этих процессов внешне... Во многом внешне. Во многом. Но вот просто у нас в России, с стороны многих экспертов, достаточно модно обвинять во всем закулисе, которое будто бы... Вот если где-то народ вышел, значит, народ направила рука Запада. Ну вот посмотрите, в Египте произошла революция. Был вполне устраивающий Запад и Америку президент Мубарак. Пришли гораздо более радикальные силы, которые, например, наладили контакты с сектором газа. Вот здесь, как вы считаете, кто стоял за всем этим? То, что эти события из-под воль готовились на Западе через неправительственные организации, об этом уже много сказано и много написано. Но вызваны они, безусловно, внутренними были противоречиями в Египте. Поэтому я тут совершенно не сторонник теории заговора. Никакого заговора нет. Это просто реальная жизнь, это реальная политика, это реальный политический интерес. Как вы считаете, вот глядя на все это, есть чему поучиться российскому обществу? Российскому обществу есть чему поучиться. Чтобы какой-то серьезный водоворот событий подобного рода не захлестнул и не был как-то спровоцирован из нее в Российской Федерации, российским властям надо, в первую очередь, начать чистку в стране и начать ее с самих себя, а не с кого-то другого. Президент Эрдоган, вы знакомы с деятельностью этого политика? Как вы полагаете, что он из себя представляет? Каков его курс? Потому что есть мнение, что он как раз пытался примирить разные несоединимые части общества и каким-то образом, пускай декларативно, потакать тему другим. Так ли это? Или речь идет действительно о политике радикальной исламизации Турции, которую будто бы проводил ее президент? Радикальная исламизация и рознь. Эрдоган представитель исламистов, исламистов турецкого разлива. Это другие исламисты, это не те, которые сейчас воют в Сирию, хотя во многом мы союзны с ним. Союзники, заметим, да. Да, и он приводил реформы в том виде, как он их видел. И, естественно, он не хотел никакого общественного обострения. И довольно аккуратно, он, с одной стороны, выстраивал внутриобщественные отношения довольно аккуратно, а, с другой стороны, очень жестко. И турецкий генералитет это ощутил на себе, собственно, проведя беспрецедентные чистки. Будущее Эрдогана сейчас, на самом деле, под большим вопросом, не только в связи с этими событиями, но и в связи с тем, что у некоторой информации он тяжело болен, и неизвестно, кто при этом на смену. Понятно. Благодарю вас за комментарии. Михаил Чернов, замгенерального директора Центра стратегической конъюнктуры, был у нас и, как вы догадались, специалист по региону, который мы обсуждаем. А вот сейчас, в том числе и потому, что многие левые участвуют в этом турецком протесте, и, как вы уже слышали, увы, погиб один из активистов, как раз человек левых взглядов, я хотел бы поговорить с Дарьей Митиной, политическим деятелем и публицистом, которое не раз бывало в Турции и хорошо знакомо с тамошней политической реальностью и с турецкими протестными движениями. Дарья Митина у нас на связи. Дарья, приветствую. Да, здравствуйте, Сергей. Дарья, как воспринимаете вот эти фронтовые сводки из Турции? Ну, на самом деле, надо сказать, что было бы неправильно воспринимать таким образом, что волнения начались в Турции позавчера, да, два дня назад. На самом деле, Турция бурлит уже несколько месяцев, и тема вот этого бурления была как раз антивоенная, потому что буквально в течение последних двух месяцев по всей Турции, по всей территории, от Стамбула и Анкары до Диарбакыра, курдских районов и знаменитого Вилаэта Хатай, идут огромные совершенно протестные акты против турецких провокаций в отношении законной власти Сирии, против участия Эрдогана в войне. И шли протесты под лозунгами «Лучше не надо Эрдоган», у них есть такой лозунг «И руки прочь от Сирии». Вот, на самом деле, надо понимать, что попытка Эрдогана, так сказать, поучаствовать в сирийских делах, это на самом деле была такая попытка, скажем так, укрепить свои позиции, серьезно пошатнувшиеся в Сирии, внутриполитические позиции, за счет маленькой, но победоносной войны. Потому что, на самом деле, Эрдоган шел на выборы под лозунгом «Ноль проблем с соседями». Несмотря на это, он получил за годы своего правления проблемы со всеми соседями, начиная с Израиля, с которым он поссорился из-за Мари-Мармора. Ну, про Сирию я вообще молчу, про Армению и говорить не надо. Буквально вплоть до Ирака и Египта. И Турция, на самом деле, которая имела, в общем-то, достаточно реальные претензии на то, чтобы стать региональным лидером, у нее были очень неплохие показатели в экономике, она динамично развивалась и так далее. Но, тем не менее, она ухитрилась при мягких, так называемых, исламистах Эрдогана превратиться вот в такого, в общем-то, ну, скажем так, не изгоя, да, но достаточно сильное государство, которое, тем не менее, оказалось в внешнеполитической изоляции. Я бы вот что хотел спросить, Дарья, поскольку вы общались немало с турецкими политическими активистами, все-таки на чем основывается их неприязнь к премьер-министру Эрдогану и чего они в сущности добиваются? Каковы их главные мотивации? Да, ну вот смотри, Сергей, значит, в принципе, когда пишут, что поводом для выступлений послужила вырубка парка Гизи в Стамбуле, да, около, на площади Таксим, на самом деле, это и так, и не так. Дело, на самом деле, не в вырубке зеленых насаждений, а в том, что вот этот самый парк Гизи, это был такой аналог, скажем, такой турецкий гайд-парк. Вот, это было место сбора оппозиционных групп различных, вот, таких стихийных митингов, пикетов, выступлений каких-то оппозиционно настроенных политиков, открытия фонсерей на работу. Попытка вырубить цветущую политическую жизнь. Да, я так подозреваю, что как бы мотивы были чисто коммерческие, действительно, там, строительство торгового центра и так далее, но жители Стамбула восприняли это как прямое ущемление их прав, как наступление на демократические свободы. Вот, и в принципе, здесь совместилось все, здесь совместилось недовольство вот этой ползучей исламизации, да, со стороны партии справедливости и развития, потому что не надо забывать, что, на самом деле, из всех ближневосточных исламских стран Турция самая светская, потому что она еще при Ататюрке получила вот эту самую прививку. И несмотря на то, что как бы государство исламское, но, тем не менее, светский образ жизни, он в наибольшей степени, конечно, в Турции проявляется, и попытки вот этот светский образ жизни всяческим образом ограничивать, чем занимается Эрдоган и его партия, вот, они вызывают вот такое, взял текущее сначала сопротивление, а потом уже такое волнообразное. Я очень коротко спрошу, добьются своего предстоящей или нет? Ну, мой прогноз, если, скажем так, краткосрочный давать прогноз, мне кажется, что Эрдогану удастся подавить в данном случае выступление, но, в принципе, в принципе, это начало его конца, это достаточно первого победа будет, потому что ни перспективы на выборах Эрдогана неясны, вот, по крайней мере, претензии на роль регионального лидера у Турции теперь точно нет оснований, так сказать, выдвигать, и вопрос о вступлении в Евросоюз, Турция все-таки не совсем еще похоронила эту мысль, хотя в значительной степени, конечно, похоронила, вот, теперь, я думаю, что уже никто этот вопрос ставить не будет. Ну, и самое главное, это то, что в сирийском вопросе Эрдоган получил полное поражение, потому что мало того, что он таки не решился влезть в войну, а теперь на фоне военных побед Асада он просто получает еще и очень такую политическую плеуху, потому что всем понятно, чем закончится сирийский конфликт, а роль Турции, которая пригревала у себя на территории сирийских боевиков и постоянно устраивала провокации, вот, она теперь, мягко говоря, выглядит очень нехорошо. Спасибо, Дарья, спасибо за этот интересный рассказ. Ну, что же, я думаю, что вот от этой большой, важной аналитической подборки и от этих размышлений наших специалистов было бы правильно перейти к разговору с дорогими слушателями, собственно, попытаться понять, а чего же происходит там, не только там, в Турции, а каким образом эта турецкая ситуация может пересекаться и коррелировать с ситуацией российской. Продолжим после рекламы. Мы продолжаем наши итоги дня. Сергей Шаргунов с вами. Давайте с Турцией заканчивать. Немножко с вами поговорим, дорогие слушатели. Турция и Россия. Можно ли говорить, что турецкое общество более зрелое, более современное, современное, что там есть в конечном итоге граждане, которые в состоянии выйти и протестовать, как вот объяснила нам Дарья Митина, знающая турецкую ситуацию, предстают не просто против вырубки деревьев, а против того, что их лишают места для политического сбора. Вот у нас, например, Триумфальную площадь застроили, все окей. Примерно 20 лет назад Манежную площадь застроили, чтобы, как считается, никто не собирался. Все окей. Практически нет площадей. Кого-то это колышет. Вот в Турции, которая, казалось бы, изнывает под гнетом архаики, это затрагивает тысячи людей. И они готовы идти в каталажку, они поднимают бучу, они бунтуют. Что это? Темперамент? Горячка? Да, но ведь и в Европе похожая ситуация. Чуть что, и тысячи людей затопляют площади и улицы. Россия. Вот ее место здесь какое. О чем нам подумать? Павел нам дозвонился. Здравствуйте, Павел. Да, здравствуйте. Ну, я представляю, как бы, активное гражданское общество. Участвую во всех протестных движениях в России, в митингах. Вот. Поэтому, как бы, у меня в общем-то добрая зависть к туркам. Значит, ну, почему такого не происходит в России, хотя тоже недовольство крайне высокое сейчас в Москве, в частности, я проживаю. Ну, с моей точки зрения, наверное, у нас ситуация еще не созрела до того момента, как сейчас идет речь в Турции. Я, честно говоря, не очень верю, что там дело именно в этом парке, и в застройке парка, скорее всего, накопилось общественное недовольство правительством Эрдогана, его, наверное, одиннадцатилетким правлением. Вот. Ну, в России, наверное, мы еще такой точки просто не достигли. Все-таки, я так думаю, что будет момент, и у нас выйдут люди на улицу. Вот. Ну, а так, конечно, по-доброму завидую Турцию и гражданскому обществу. Ну, надо сказать, что там честные выборы, там нету фальсификаций масштабных таких, как вот у нас в России. Спасибо. Услышал вас, Павел. Благодарю вас, Саш, точку зрения. Ну, давайте уже, действительно, завершать тему Турции. Единственное, что хочется заметить, дай Бог, чтобы все всегда происходило цивилизованными методами, и чтобы гражданский протест был всегда мирным. Ну, и давайте смотреть, что происходит у соседей, и стараться как-то вот сопоставить это с собственной судьбой. Но, может быть, думаю я, вот так размышляю вслух, может быть, просто наше общество боится гораздо больше, нежели турецкое. Это у нас будет сегодня финальная тема. Предлагают взять под стражу уже окончательно и отправить в тюрьму активиста синих ведерок Коровина. И многие воспринимают это как политическое возмездие. Вот эти массовые аресты, может быть, они останавливают людей от того, чтобы вообще как-то куда-то выходить и рыпаться. Но, давайте перейдем к следующей теме, на мой взгляд, не менее важной, а самое главное, касающейся прямо нас с вами, потому что это Российская Федерация. Вот, сегодня стали известны новые заявления мэра Махачкалы Саида Амирова, который в субботу, 1 июня был арестован. Это была своего рода сенсация, потому что воистину давным-давно сидящий в своем кресле и даже к этому креслу прикованный политический деятель вдруг в условиях спецоперации оказался взят под стражу. Его называли Саидом Бессмертным, Саидом Бессменным. Он руководил Махачкалой аж 15 лет. Трижды сменялись президенты страны, четырежды главы Дагестана, Амиров все оставалось на своем посту. И уцелел, кстати говоря, после 15 покушений. Именно поэтому он всегда вот в последнее время можно было видеть его на торжественных переприятиях сидящим. Все стоят, он сидит, потому что пуля в спине. И вот сейчас стали сегодня буквально известны заявления адвоката этого самого Саида Амирова. Новое руководство Дагестана, новые разборки, заявил его адвокат Марк Крутер. Он, кстати, в свое время защищал Япончика. И по словам Крутера, Амиров категорически не признает своей вины и считает, что вокруг него начались политические игры. Ну, кстати, по поводу Саида Амирова сразу же в интернете всплыли достаточно интересные детали в связи с его политическими заявлениями. Это один из крупных боссов партии Единая Россия в Дагестане. Человек, отметившийся достаточно пышными и пафосными заявлениями в поддержку партии власти. И уже сейчас Единая Россия заявили, что если обвинения выдвинутые Амирову подтвердятся, то его из партии исключат. Напомню, что Амирова обвиняют в убийствах, в частности, в организации убийства исполняющего обязанности руководителя следственного отдела города Махачкалы. Что это? Действительно летят налево направо головы крупных деятелей. Действительно началось такое политическое раскулачивание. Вот уже репрессии затронули верхушку власти. Или же это разборки между собой. Или это новая метла, которая по-новому метет. Это связано с приходом Рамазана Абдулатипова, который не столь давно стал президентом Дагестана. Об этом хотелось бы поговорить с людьми знающими. И в первую очередь я подумал о чудесной и очаровательной Алисе Ганиевой. Это писательница, журналистка, лауреат многих литературных премий, человек, который много пишет о Дагестане и не понаслышке знает о тамошней реальности, поскольку родом она именно из Махачкалы. И собственно о Махачкале, но не только о горах, о предгорьях, о баулах пишет она постоянно. Алиса встречалась и с Медведевым, и с Путиным. К ней неоднозначно относятся кавказские элиты, может быть потому, что она умеет и любит задавать неудобные вопросы, а кроме всего прочего в своей прозе рассказывает не про чудесную благостную действительность, которая так и кажется сказочной, это бывает, кавказские писатели и журналисты стремятся все представить лакированно. Нет, она говорит о незатихающей гражданской войне на Кавказе. И вот хотелось бы с человеком, который знает, что там есть, поговорить прямо сейчас. Алиса, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Прокомментируйте нам, пожалуйста, что происходит с мэром Махачкалы. Ну, Саида Амирова фигура просто мифологическая, на самом деле. Такой старый осколок 90-х годов, который выжил, пережил все, 20-х решений, и такая авторитарная фигура, которая, пожалуй, единственный самый влиятельный политик в республике, который влиял на выбор Да, к сожалению, со связью у нас сегодня не совсем в порядке, но действительно, Саид Амиров фигура легендарная, как правильно сказала Алиса. Я бы хотел, кстати, чтобы после комментариев наших экспертов мы бы с вами, дорогие слушатели, вместе размышляли, что все это такое. Это акции устрашения по отношению к элите. Элита должна вздрогнуть ее собираются перетряхнуть и уже перетряхивают. Или это внутрикавказские разборки. Или это вообще ничего не значит. Может быть, может быть, все будет по-прежнему, и огромное количество коррумпированных чиновников будут чувствовать себя спокойно. В общем, какие у вас чувства и эмоции вызывает история с Амировым? Хотелось бы поговорить особенно с теми, кто знает, что происходит. Я просто напомню, что Саида Амирова брали буквально как крестного отца итальянской мафии, с военным вертолетом, бронетехникой, спецназом федерального подчинения. И, конечно, на глазах у горожан и всей администрации Махачкалы. Здесь, я думаю, требуется кисть художника или перо прозаика. Вот прозаика Алиса Ганиева с нами снова на связи. Алиса, продолжайте. Ну, разумеется, это инициатива, конечно, федеральной власти, потому что в республике Амирова боялись все и, как ни странно, продолжает бояться до сих пор, несмотря на то, что он арестован. Как объяснить вот эту неожиданно проснувшуюся тягу справедливости, вот этот неожиданный арест? Ведь кровавый шлейф за Амировым тянется давно, и бесконечные течения с федерального бюджета, такая мафиозная бюрократическая сеть, которую он раскинул по всей республике, связи с банд под корьем, это все общеизвестно, это знает даже ребенок. Жуть какая, вы прямо вот так в лоб предъявляете обвинение. Я так понимаю, это голос народа. Это, безусловно, голос народа, я думаю, что единственные люди, которые сейчас переживают и кусают локти, это люди, которые что-то получали, с которыми Амир вбился, с которыми он давал должности, и, разумеется, он, конечно, был харизматическим и продолжает быть, безусловно, обаятельной фигурой, несмотря на некоторую свою парализованность, он умел найти общий язык с людьми самых разных взглядов и с либералами, потому что до единой России он представлял союз правых сил в Дагестане, к нему приезжали такие люди, как Борис Немцов и Чубаев, и патриарх Кирилл недавно приезжал, и литераторы его любили, то есть он, в общем-то, умел иногда быть таким обаятельным и добродушным, но жестоко устранял всех своих противников, был таким железным, действительно, феликсом, который не останавливал ничего. Вот я хочу спросить вас про железного Саида. Скажите, пожалуйста, вот Алиса, да, вы с нами, прекрасно. Скажите, пожалуйста, вот его судьба, она, ну, вернее, вот нынешняя, она вселяет вас, несмотря на то, что это, конечно, злоплючение, пребываем в тюрьме, надежды на обновление политической элиты Дагестана, и на то, что вот все-таки началась борьба с разного рода недобросовестными явлениями. Или же вы думаете, что это разборки? Надежда, они проснулись, на самом деле, еще зимой, когда был назначен новый глава республики Рамазан Абдулатипов, который был как-то со стороны и не совсем связан с существующей системой, но все-таки характерно, что арест произошел, пока Абдулатипов был за пределами республики, и он сам пока не спешит с выводами, его пресс-секретарь очень робко комментирует произошедшее, то есть на самом деле Абдулатипов не совсем сильная фигура, и сможет ли он дальше контролировать республику, потому что все эти многочисленные институции, которыми Амир его управлял, они теперь остались без хозяина, и сейчас начнется просто бешеная борьба таких монстров, потому что транспорт, бесконечные жилищно-коммунальные сферы и муниципальные различные муниципальные предприятия, это... К сожалению, Алиса Ганиева у нас снова сорвалась, просто мы с ней созваниваемся, она в горах, а там связь не всегда удачно ловится, но тем не менее, я думаю, что главное мы сумели сейчас услышать, посмотрим, на самом деле, к чему приведет этот арест, и тем более, возможны и другие взгляды на эту ситуацию, и в этом плане мне было бы интересно поговорить с Надеждой Киворковой, журналистом, буквально съевшим собаку на кавказской теме. Надежда не вылезает с Кавказа, знает все, что там происходит, знакома со всеми политическими элитами и персонажами. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы восприняли арест мэра Махачкалы? Ну, я лично знакома с Аидом Амировым, и, конечно, первые кадры, которые мы увидели, и все, наверное, увидели, кто хотел, показали человека, который не сдался, который держится с большим достоинством, и который болен. Это, наверное, русское сердце всегда вот как бы откликается на такие вещи, при том, что, конечно, Саид Амиров это мастодонт дагестанского политического поля, это такой дагестанский, если угодно, барон, который сохранял лояльность в Москве, и у которого были лояльные ему вассалы, и это человек, который держал в своих руках громадную, властную, очень непокорную публику, который имел громадные связи с самыми разными слоями дагестанского и российского общества, поэтому, ну, что сказать, тут, конечно, такие сложные чувства охватывают журналистов, когда он это видит, но дело в том, что Саид Амиров болен, во-первых, у него диабет, во-вторых, он ранен, но вот, надежда, хотелось бы спросить вот о чем, Саид Амиров 15 лет правил Махачкалу, что вдруг случилось, почему вдруг его решили брать, вы это связываете с тем, что пришел новый президент Дагестана, или с тем, что вдруг начала меняться общефедеральная политика, это что, удар по старым элитам, и вот даже если вина Саида Амирова будет доказана, способно ли это как-то освежить, обновить элиты и остановить кого-то в коррупционном рвении? Во-первых, конечно, корень всех бед не в Дагестане, и не из Дагестана произрастают эти коррупционные беды, это первое. Второе, не Саид Амиров придумал даже дагестанскую коррупцию, другое дело, что при нем она при его, скажем так, управлении городом, она имела место быть. Здесь настораживает то, что сразу же было объявлено, что арест произошел, потому что некий член подполья, скажем так, указал на Саид Амирова как на заказчика убийства милиционера. вот всем известно, как такие признания выдеваются, и сомнительность такого рода претензий к тому или иному человеку она очевидна, потому что ну, скажем так, вряд ли в галстуке и белых перчатках этот человек написал донос на Саида Амирова. Что вы думаете, место Саида Амирова понадобилось просто кому-то другому? Нет, я думаю, что это, во-первых, федеральный уровень претензий, а не местный дагестанский. Такие задержания не проводят по воле того или иного главы региона, потому что, как мы помним, глава, исполняющий временные обязанности главы региона, вообще не находился в республике, а был грозным в это время. Знаете, можно гадать сколько угодно, кто именно заказал Саида Амирова, кто именно так распланировал его арест. Это больше напоминает, знаете, задержание в африканских или в латиноамериканских странах, когда прилетает вертолет, оттуда выбегают люди, экипированные по последнему слову силовой техники и захватывают человека в кресле. Я повторяю, человек в кресле, он не ходит. И дальнейшее развитие событий, конечно, будет работать НАСА и Долирова, потому что человек в кресле, человек с диабетом, находящийся в тюрьме по неясным обвинениям, это странная вещь. Коррупция на этом аресте не прекратится. И я повторяю, что коррупция проистекает из аппетитов центра, а не из такого угодничества дагестанцев скорее поднести кому-нибудь взятку. Я понял вас. Благодарю вас за комментарий, Надежда. Да, самый главный вопрос прекратится ли коррупция, и об этом хотелось бы поговорить с вами, слушатели, дорогие, после рекламы. Мы продолжаем наш разговор. Собственно, давайте немножечко пообщаемся на тему Дагестана. как вы считаете, это начало борьбы с коррупцией или местные разборки, или вообще может быть показуха? Илья у нас на линии. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ну вот, я, может быть, скажу от лица обывателей, то есть люди, которые далеки от внутренних проблем, тейпов на Кавказе и так далее. Но на мой взгляд, ну, сформирован, скажем так, не на первом канале телевидения, новостных новостях, а вот новости из интернета. На мой взгляд, это просто идет дележ-передележ. Люди, которые заморали себя, у которых достаточно много накопилось вопросов, их снимают, меняют более новыми, более покладистыми. Потому что, насколько я помню, последние новости связаны все время с взрывы, все время недовольительное состояние с преступностью и так далее. Поэтому, я думаю, что здесь просто, ну, настало время, то есть власть, она все-таки иногда и посматривает вокруг, что происходит в ее пределах, скажем так, кавказских. Вот, ну, то есть, это просто операция из центра, рокировка, одного уберут. Сейчас я думаю, что обвинение со временем тихонечко сойдет на нет. Человек уважаемый, потом скажет, что обвинение снято, предложит какую-нибудь тихую должность и все будет хорошо. То есть, по вашим впечатлениям и ощущениям, это все-таки политическая борьба и человек подвинут и кого-то другого поставят на его место? Абсолютно политическая борьба, потому что ни с того, ни с сего, то есть здорово, да, 15 лет человек руководил достаточно большим крупным центром на Кавказе, ну, одним из крупнейших центров на Кавказе, и вдруг через 15 лет, ба, обвинение, да еще такое глупое для чиновников такого уровня, как убийство следователя. Ну, вы знаете, это смешно. Понятно. Я бы больше поверил в коррупцию, то есть взятка там с поличным, это бы я еще хоть как-то поверил, но, знаете, у нас за убийство следователей людей такого уровня, даже не помню, в резкие времена-то были когда-нибудь такие претенденты или нет? А как вы думаете, вообще можно ли говорить всерьез о войне с коррупцией сегодня в России? И, собственно говоря, а что делать с теми, кто явно попадается на преступлениях? Вот с этим начальственным классом. Коррупция, мне напоминает, извините, перебью, это очень посильный конкурент Маслякова с его КВН. То есть, ну, смешно. Просто смешно, причем смешно, потому что, если в КВН люди на энтузиазме, то здесь люди это делают за деньги. Вот, все это пропаганду. А что касается, что делать? Ну, как обычно, надо смотреть в корень и власти, в первую очередь, надо начать с себя, причем не с уровня вот республиканских местных, а из центра. Если у нас, коллеги, в декаре власти, федеральный центр, давайте с центра начнем. Понятно. Это все тихо, кроме бедного Сердюкова, ну, как бедного, в кавычках бедного, которого, кстати говоря, тоже, заметьте, все меньше и меньше новостей, уже слово Сердюков уже не в лентах, а где-то на втором плане. Я думаю, что через полгодик и годик все это то же самое сойдет. Понятно, услышал вас. Спасибо большое, Илья, за ваше мнение. У нас на линии Антон, с которым тоже хотелось бы пообщаться. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Я вас привезу. Ну, что, как вы смотрите на происходящее в Дагестане? Война с коррупцией, вопросительный знак. Ну, я прожил 16 первых лет жизни в Карачаево-Черкесии, и я так понимаю, что это не война с коррупцией, это просто война клановая скорее. Дело в том, что даже если этого человека снимут, а потом тихому замнут дело, он все равно извините. Да, сегодня у нас связь действительно высокогорная, но темы такие обсуждаем. Что же поделать? Мы услышали мнение экспертов, услышали мнение слушателей, и, конечно, будем внимательно следить за происходящим с мэром Махачкалы. А теперь переходим к третьей теме. Это тема финальная, тема важная, и которая разворачивается буквально сейчас на наших глазах. Если заглянуть в ленту Твиттера, наиболее точно можно узнать, что происходит, потому что это самые настоящие телеграммы из зала суда. Вадиму Коровину сегодня предъявлено обвинение в применении насилия к полицейскому. Значит, это активист, как известно, Федерации автомобилистов России, и наказание предполагается в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Давайте я вам вкратце напомню все-таки о чем идет речь. Вадим Коровин не пропустил на Рублево в Успенском шоссе кортеж с мигалкой, который пытался объехать пробку по встречной полосе. Все это произошло 24 мая в районе Барвихи. Ну, и дальше история разворачивалась. Разворачивалась, разворачивалась, не совсем понятно даже, кого не пропустил Коровин. Он стал отписываться в Твиттере о том, что с ним происходит. Мой рейд заканчивается весело, сижу в ОВД, это я цитирую. Между тем, подтверждение синих ведерок у Коровина были потёрты видеозаписи и в регистраторе, и в телефоне. И Коровин обвиняет в этом полицейских, у которых находились его вещи. Поэтому вот кто был виноват в этой ситуации на дороге, сейчас установить оказывается сложно. но Вадима Коровина обвиняют как в неоплаченных штрафах и отказе уступить дорогу машине со спецсигналом, так и в том, что, покидая место происшествия, он осуществил наезд на сотрудника полиции. Коровин это всячески отрицает, говорит, ну что, посмотрите, ничего не сломано и так далее, вот есть видеорегистратор, я не виноват. Полицейские говорят, нет, ты виноват. Коровин говорит, это политическая месть. Коровин один из активистов уличной оппозиции. Вот общественность в некоторой степени взбудоражена всем этим, потому что большое общество по-прежнему, как мне кажется, равнодушно, но, впрочем, мы с вами об этом тоже поговорим. Верите ли вы в вину Коровина, считаете ли вы, что его надо заключать под стражу или нет, что это начало репрессий или, вернее, их продолжение. У нас я думаю, на связи сейчас появится правильный эксперт. Это Сергей Асланян, человек, который на радиостанции Финам-ФМ рассказывает в частности еще и про автомобили и хорошо разбирается в данном вопросе. И давайте, Сергей, мы с вами попробуем сопоставить историю Вадима Коровина и некоторые другие прецеденты подобного рода. Я вас приветствую. Добрый день. Вот мы сейчас с вами видим, как пишется очередная страница учебника двойных стандартов. У нас этот учебник, он постоянно дополняется новыми томами. И здесь прецедент совершенно четко виден, насколько классно укладывается именно в нашу схему. У нас есть одно очень неприглядное дело с гражданином Дуровым, который совладелец ВКонтакте интернет-портала. И у нас есть Коробин. И вот историю одного пытались хлорочкой обелить, чтобы она совсем сверкала и сияла, а другого очернить. И вот они в этих векторах наконец-то пересеклись. Потому что, если мы помним, то человек, похожий на Дурова, на своем Мерседесе, в состоянии алкогольного опьянения, очень сильно потрепал гаишника, причем смывался от него демонстративно, потом долетел на своем Мерседесе до офиса, выгружала охрана, его спасла, гаишников оттеснила. То есть, там был конкретно умысел действий, там было состояние алкогольного опьянения, там было причинение повреждений при исполнении. Здесь точно такой же сценарий пытаются подверстать Коровину, причем Коровин ехал с видеорегистратором, записи которого, естественно, стерлись, как мы с вами знаем, и при этом Коровин, он пропустил машину со спецсигналом, он не пропустил вторую, которую именно и сопровождала машина со спецсигналом, то есть, он поправил, он поступил абсолютно правильно, он дал возможность машине с крякалками и медалками проехать, а вот вторая штуковина, которая за ней ехала, вот именно с ней и возник конфликт, а поскольку там находился либо человек, похожий на Колокольцева, либо человек, похожий на Кирьянова, известного как генерал Нах, ну, в силу того, что он неопределенный русский артикль чаще всего употребляет свои речи, вот кто-то из этих двоих ехал, вроде бы, как родочевидцы, вот здесь и возникла вся коллизия, и выяснилось, что Коровин, он беспрецедентно черный в своем умысле, а Дуров, он беспрецедентно белый в своих неосторожных поступках. К Дурову теперь претензий нет абсолютно никаких, и он продолжает совершенно спокойно не ездить ни на своем, ни на Мерседесе, а Коровин, он умысил, имел, преступление совершил, осталось только его правосудем покарать. Совершенно замечательная коллизия. Давайте посмотрим, как она будет развиваться, хотя уже понятно, что в действительности развиваться она будет не в пользу Коровина, поскольку наверху топнули ножкой. То есть в очередной раз власть показала, что есть неприкасаемые, а есть очень сильно прикасаемые. И свидетельские показания в данном случае рассматриваться не будут, а все остальные материалы уже исчезли. И если даже сейчас появится какой-то нейтральный видеорегистратор номер 3, 4, 5, 6, 7, то там тоже будет запись либо непризнанную судом, либо она через какое-то время исчезнет в архиве, потому что у некоторых видеозаписей у них как у колбасы есть срок годности, там буквально через месяц они куда-то исчезают. Видимо, начинает слушать пах. Понятно. Сергей, а все-таки вот сегодня стало известно, например, что следователи и прокуратура разошлись в оценке необходимости заключения под стражу Вадима Коровина. Как вы считаете, не может ли в данном случае восторжествовать что-то вроде здравого смысла? И в конечном итоге скажут, ну ладно, счет он там нарушил, потому что наши правоохранительные системы не любят признавать своих ошибок и отступать, но в тюрьму мы его сажать не будем. Или же, вот по вашему прогнозу, даже в большей степени, наверное, интуитивному, закатают по полной и я напомню слушателям до 10 лет лишения свободы. Тут у них неприятность коллектив в том, что отступать им с одной стороны некуда, с другой стороны дела нет. Потому что если бы на видеорегистраторе была его реальная вина, Коровина, тогда запись в него ни в коем случае бы не исчезла, уже была бы показана по всем телеканалам. Поскольку на этой записи ничего порочащего Коровина не оказалось, соответственно, ее нет, а есть ощущение, что еще кто-то не показал свою видеозапись, потому что это было в потоке, машин было много, и мы просто не знаем всех действующих лиц. И следствие полагает, что сейчас они скажут, да, он точно, газ, точно нужно посадить. Мы, судьи, рассмотрели дело, и вдруг бац, какой-то давальный вылазит с видеозаписи и говорит, ребята, а вот тут все четко совершенно есть. Вот пока не будет выяснено, кто еще желает поучаствовать в этой разборке, они будут желательно тянуть месяц, два, три, потом, конечно, возникнет желание спустить все на тормозах, но при всем при том отступать не буду, поэтому нужно сделать либо тихо, либо дождаться команды сверху, когда там топнут, скажут, тихо, не стоит того, тем более здесь же все-таки есть большая вероятность, что это был очень большой начальник из милиции, и вот тут-то как раз возникает коллизия. Мы-то в колокольце выберили, мы думали, что он из худшего все-таки лучше. Ну да, у него неплохая репутация. Тогда я хочу спросить вас вот о чем. А может быть, это не только полиция, может быть, это не шишки из МВД, а может быть, это повод, может быть, Канаев давным-давно раздражает мигалочников всех мастей, может быть, его участие в уличном движении настолько бесит систему как таковую, что решили взяться за него в связи с этим поводом. Ведь я напомню, кстати, и вам, и слушателям, что против Коровина сейчас пытаются возбудить еще одно уголовное дело, потому что немедленно подразделение МВД по борьбе с экономическими преступлениями потребовало предоставить уставные документы его небольшой компании. Как рассказал адвокат, пока Коровин в изоляторе временного содержания по адресу, где проживает его жена, пришло уведомление от УБЭПа с требованием предоставить документы на фирму от уставных до документов о перепланировке. И, по всей видимости, здесь тоже речь идет уже об новой уголовке. Так вот, может быть, это просто большая месть? Нет, это несколько совпадений, потому что Коровин до того не раздражал власть, он, в принципе, был в общем русле, у него было несколько поступков достойных его, но всерьез, он никогда ни на кого еще так, как мечталось, не наезжал. Но, как и полагается, система запущена и она отлажена. Сейчас выяснится, что в детстве он мучил сестренку, что он не посещал детский сад, что дедушка у него пособник фашизма и что, в принципе, где-то в соседней стране, у него есть какой-то приятель, у которого офшор, и за это его тоже могут посадить. Хотя я думаю, что реальное единственное дело, которое у них будет, и Коровина посадят за перепонтировку квартиры. Понял, Сергей, спасибо за вашу точку зрения, то есть за парня просто жестко взялись. Продолжим после рекламы. Мы продолжаем, Сергей Ширгунов, с вами говорим о деле Вадима Коровина, который прямо сейчас находится в суде, и там его обвиняют в применении насилия к сотруднику полиции, а все дело в том, что, как Коровин, не пропустил на Рублевке кортеж с мигалкой. У нас на связи Сергей Канаев, правильно я понимаю? Да, это он, Сергей Владимирович Канаев, председатель Федерации Автовладельцев России и руководитель Общественного движения Автомобильный Союз. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Ну, давайте коротко, как вы прокомментируете историю с Коровином и чего ему грозит? Ну, в данном случае, я думаю, комментарии тут уже излишни, потому что история, я думаю, известна многим радиослушателям. Вся проблема в том, что все доказательства того, что Вадим совершил наезд на сотрудника полиции, оказал сопротивление, оказал насилие, неуплаченные 22 штрафа и покидание места СТП, ничего не имеет отношения к делу, по сути. Единственное, что остается, из-за чего Вадима закрывает, это рейды, которые проводятся фарпостом, и где он принимает очень активное участие, и, собственно, его политическая деятельность, в которой он как бы участвовал и в качестве активиста 6 мая и в качестве других мероприятий. Поэтому здесь, наверное, дело отнюдь не в том, что ему вменяют, а скорее ищется причина для того, чтобы как-то оказать воздействие в данном случае как на Вадима, так на федерацию. То есть, Сергей, вы согласны вот с такой постановкой вопроса, которая была у меня несколько минут назад, что речь идет все-таки о большой месте Вадиму Коровину за его деятельность как таковую? Я думаю о мелкой месте за его действительно большую деятельность. Я понял. А тогда согласен. Но, увы, грозят большие срока. 10 лет, до 10 лет предполагается по той статье, которая ему предъявлена. Кстати, вы сейчас следите за тем, что происходит в суде? Да, сейчас в суде суд сейчас должен выносить решение о выборе меры пресечения до суда. То есть, статья 318, часть 2, вы уже об этом сказали, а дальше выбирается мера пресечения до суда. Так вот, сегодня следователь наставил на том, чтобы мера пресечения была все-таки арест, а прокурор сегодня выступил о том, чтобы арест не вменялся. В данном случае человек до суда находился на свободе, что, несмотря на то, что очень странно, но, по крайней мере, радует как самого Вадима адвокатов, так и нас. Да, это не может не радовать, тем более, как правило, прокуратура выступает совершенно монолитно со следствием. Может быть, сама по себе ситуация показалась настолько абсурдной, что даже прокуратура решила не брать на себя такую уж ответственность. А вот тогда что будет с синими ведерками? Как вы считаете, это борьба с зарвавшимися мигалочниками? Она будет нарастать или ее удастся подавить? А при чем тут синие ведерки? Ну, вы знаете, движения называются по-разному. Я спрошу просто. Гражданский активизм, протест против мигалочников будет продолжаться по-вашему или все-таки встретиться с противодействием? Ну, во-первых, Вадим никогда не участвовал в синих ведерках. Он никогда не был активистом. Вы знаете, дело не в названии. Во-вторых, я хочу сказать, что если мы будем обсуждать движение, то я думаю, что для движения, для активистов вот сегодняшнее дело это как раз показатель того, что останавливаться ни в коем случае нельзя. Нужно продолжать активные действия. Я могу сказать, что вот 10 из 10 наших активистов в Фарпост сказали, что мы будем продолжать и мы обязательно будем снимать и выявлять те нарушения, которые делаются как представителями власти, так и представителями, такими людьми неприкасаемыми, скажем. Понятно, Сергей. Я благодарю вас. Ну что же, друзья, услышимся. Счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует...